Приветствую вас и, как бы, чисто внешне, похоже на то, что мужчина уменьшает на вас негатив от работы. Это вот первая вообще, так говоря, реакция, первая вообще, так говоря, мысль, которая возникает, когда речь идет о, собственно, его поведении, и вам желательно понять причины его поведения, таких, такого, и, исходя из них, собственно говоря, уже и действовать. Если молодой человек, вот он кричал, да, негатив выразил, и успокоился. Ну, то есть, крикнул, да, и все. Забава прошел, больше никаких эмоций не осталось. Спокойно все, можно даже видеть, что раскаивается. Здесь, конечно же, работа для вас, то есть, работа, она, действительно, бывает очень тяжелая и выматывает. Но если человек не раскаивается после того, что совершил, сделал, сказал, и действительно его отношение к вам изменилось, это говорит о том, что у мужчины, когда он начал работать, повысилось чувство собственного достоинства очень сильно. И он начал позиционировать себя, как выше вас. И у вас, в этой ситуации, есть два выхода, два решения, проблемы. Первый выход, это, собственно говоря, пытаться соответствовать его требованиям. То есть, ну, если вот вы хотите, если таково ваше желание, естественно, то вы можете соответствовать его требованиям, сделать все то, как он хочет. Можно только догадываться, к чему это приведет, но, тем не менее, если вам хочется, то вы можете ему подчиняться и делать все, как он пожелает. Второй выход, это, напротив, не принятие его поведения. Соответственно, защита своих интересов. Соответственно, отстаивать своих позиций, своей территории и, по сути дела, ну, реакция на него. То есть, вот, ты кричишь, ты недоволен. Либо ты скажи, чем ты недоволен, по факту конкретно и, соответственно, насколько это правда. Или ты просто, может быть, ко мне какие-то чувства поменял. И, если вы видите, что мужчина просто, вот, прямится вас умерить и, как-то, вот, оскорбить, но, при этом, ничего конкретного не называет. А понятно, что человек, который любит, не будет определять претензии подобного рода. Может быть, вам стоит сделать паузу в отношениях, чтобы, побыв по одиночке, по отдельности, каждый из вас пересмотрел бы свои отношения друг к другу и себя в них. И вполне может быть, что просто чувства у вас остыли. У него, по крайней мере, чувства остыли. И осталась привычка. Он с вами по инерции. И вот это инерциально, в данном случае, мешает ему осознать, что вы уже не та, кого он когда-то любил, а он уже не тот, кого любили вы. Но, поскольку внешний человек-то тот же, то вы по инерции, все раз повторю, по инерции, значит, ищите в нем того, кого когда-то любили. И, естественно, не находя, получаете негатив. Потому что люди меняются. И первоначальный образ любимого человека, он безусловно остается. А реальный человек не всегда нравится. Он всегда соответствует этому образу. И из этого высекает невероятность, которая выражается в виде такого негативного поведения. Чтобы понять, воспринимается ли реальный человек или образ, нужно дать переречку. Нужно сменить условия, сменить обстоятельства. Нужно, чтобы было что-то, с чем можно было сравнить. И лучшее сравнение, в данном случае, это, по сути дела, только лишь сравнение без человека, в жизни и с человеком. И вот так можно понять, что вы чувствуете к нему действительно, и насколько ваши отношения являются долгосрочными. Продолжение следует... ... ...